Срочные новости пришли только что. Новости касаются печальных событий, произошедших около часа назад. Что же произошло, мы расскажем в этом видео. Подпишитесь и распространите это видео, а также оставьте комментарий, если поддерживаете Белоусова. На политической арене России разворачивается сложная и напряжённая борьба, главными героями которой стали Вячеслав Володин, Татьяна Голикова и Андрей Белоусов. Эти три фигуры, каждый со своими амбициями, взглядами и мотивами, оказались вовлечены в жестокую схватку за влияние и власть. В центре этой политической драмы конфликт, который грозит не просто перерасти в раскол в элите, но и привести к серьёзным последствиям для всей страны. Вячеслав Володин, спикер Государственной думы, опытный и умелый политик, чей путь к вершинам власти был долгим и извилистым. Ещё с начала своей карьеры он зарекомендовал себя как человек, способный маневрировать в сложных политических обстоятельствах, находить компромиссы и плести интриги. Володин всегда умел держать руку на пульсе политической жизни, используя свои связи и влияние для укрепления собственной позиции. Владение ситуацией и умение управлять потоками информации – главные инструменты Володина. Он поддерживает тесные связи с различными группировками в элите, умело лавируя между различными интересами. Однако появилась неопровержимая информация о том, что он использует своё положение не только для укрепления стабильности, но и для личного обогащения. Татьяна Голикова – ключевая фигура в социальной политике России, долгое время занимавшая пост вице-премьера и курировавшая многочисленные социальные программы. Её опыт и знания в области здравоохранения, социальной поддержки и пенсионного обеспечения сделали её важным игроком на политической сцене. Голикова считается одной из тех, кто активно работает над улучшением социальных условий в стране, но её противники критикуют её программы за недостаточную эффективность. Многие обвиняют её в том, что социальная поддержка, которой она занимается, носит поверхностный характер и не решает фундаментальных проблем населения. Однако Голикова продолжала отстаивать свою позицию, считая, что её программы играют важную роль в стабилизации общества. Андрей Белоусов – министр обороны России, человек, который привык действовать решительно и не боится вступать в конфликты. Его карьера в оборонном секторе началась давно, и за это время он приобрёл репутацию жёсткого и принципиального политика. Белоусов считает своей главной задачей защиту интересов государства и обеспечение безопасности страны. Однако в последние месяцы его взгляды и подходы начали расходиться с мнением других влиятельных фигур в правительстве, особенно с Володиным и Голиковой. Белоусов всё больше недоволен тем, как эти два политика ведут дела страны, и его недовольство постепенно перерастает в открытый конфликт. Начало конфликта можно отследить до событий двухмесячной давности, когда разногласия в оборонной и социальной политике начали выходить на первый план. Белоусов, который всегда внимательно следил за состоянием вооружённых сил и оборонной промышленности, начал замечать, что некоторые решения и инициативы, исходящие от Голиковой и Володина, могут негативно сказаться на безопасности страны. Особенно его беспокоила социальная политика Голиковой. Белоусов не раз выражал сомнения в том, что её программы действительно приносят пользу населению. Он считает, что многие из них являются лишь поверхностными мерами, которые не решают реальных проблем людей. Эта критика вызвала резонанс, и Голикова восприняла её как личное оскорбление. Володин, в свою очередь, видел в заявлениях Белоусова угрозу своей власти и влиянию. Спикер Госдумы интерпретировал слова министра обороны как попытку подорвать авторитет правительства и создать напряжение в обществе. Это привело к тому, что отношения между Белоусовым и Володиным начали стремительно ухудшаться. Вчера конфликт между Белоусовым и его оппонентами достиг своего апогея. Министр обороны сделал резкое заявление, которое потрясло весь политический истеблишмент. Белоусов открыто обвинил Володина и Голикову в коррупции и пренебрежении интересами граждан. Это был удар по самому сердцу политической элиты, и его последствия могут быть непредсказуемыми. Белоусов заявил, что Володина и Голикова лишь изображают заботу о стране, тогда как их настоящие мотивы сводятся к личной выгоде. Он утверждает, что эти политики используют свое положение для укрепления собственного влияния и контроля над ключевыми ресурсами страны. По его мнению, это ведет к деградации системы управления и подрывает доверие общества к власти. Эти обвинения стали настоящим шоком для многих. Ведь они исходят не от оппозиции, а от министра обороны, человека, который всегда считался одним из столпов системы. Его слова были восприняты как свидетельство глубокого кризиса в высших эшелонах власти. В ответ на обвинение Белоусова Вячеслав Володин решил не оставаться в стороне. Володин выступил с жестким заявлением, обвинив министра обороны в подстрекательстве политического кризиса. Он заявил, что Белоусов своими действиями разрушает доверие к правительству и создает опасный прецедент, который может привести к дестабилизации ситуации в стране. Общество стало активно реагировать на происходящее. В социальных сетях разгорелись жаркие дискуссии, где граждане обсуждают заявление Белоусова и ответную реакцию Володина. Многие люди устали от коррумпированной элиты, которая, по их мнению, давно утратила связь с реальностью. Они видят в Белоусове того, кто может изменить систему, очистить ее от коррупции и восстановить доверие к власти. В то же время есть опасения, что его резкие обвинения могут вызвать политический хаос и подорвать стабильность. Вся эта ситуация происходит на фоне растущего недовольства в обществе. Люди устали от господства олигархов и политиков, которые, по их мнению, заботятся только о собственных интересах. Законы все чаще кажутся направленными на укрепление позиций власти, а не на защиту интересов народа. В условиях экономического кризиса и роста цен это недовольство лишь усиливается. Конфликт между Белоусовым, Володиным и Голиковой стал своего рода катализатором общественного недовольства. Люди видят, что высокопоставленные чиновники больше озабочены внутренними разногласиями и борьбой за власть, чем реальными проблемами граждан. Это вызывает у населения ощущение несправедливости и предательства. Параллельно с политическим противостоянием начинается расследование финансовых дел Вячеслава Володина. Вопросы о прозрачности доходов и расходов государственных деятелей становятся все более актуальными. Общество начинает требовать большей открытости и честности от своих лидеров. По данным инсайдеров, Володин владеет обширной недвижимостью, которая вызывает много вопросов. Среди его владений числится двухэтажная квартира площадью 400 квадратных метров в престижном жилом комплексе Fusion Park в районе Хамовники, стоимость которой оценивается в 400 миллионов рублей. Также он обладает поместьем в Истринском районе на участке площадью 83 сотки, где расположены роскошный четырехэтажный дом и два гостевых дома. Кроме того, Володин и его семья владеют роскошными квартирами на престижных улицах Москвы, таких как Патриаршие пруды и Мичуринский проспект. Однако эти объекты недвижимости зарегистрированы на подставных лиц или через офшорные компании, что затрудняет определение истинного масштаба его богатства. В обществе все чаще звучат вопросы о том, как человек, занимавший государственные должности, мог накопить такое огромное состояние. Белоусов не упустил возможность использовать этот вопрос как еще один козырь в своей борьбе против Володина. Дополнительный удар по репутации Володина наносит информация о том, что его дети получают образование за границей. В то время как от граждан страны ожидается демонстрация патриотизма и преданности Родине, элита без колебаний отправляет своих наследников в престижные учебные заведения Европы и Америки. Это лицемерие становится все более очевидным для общества, и люди начинают задаваться вопросом, как можно говорить о любви к стране, когда личные интересы ведут в противоположном направлении. Эта тема поднимается в различных обсуждениях, на форумах и в социальных сетях. Противники Володина используют ее как доказательство его двуличности, утверждая, что его призывы к патриотизму – это лишь дымовая завеса, прикрывающая истинные мотивы. Белоусов, стремясь усилить свои позиции, активно распространяет эти идеи, добиваясь поддержки среди недовольных граждан. В этой напряженной обстановке премьер-министр Михаил Мишустин оказывается в крайне сложной ситуации. С одной стороны, он не может игнорировать обвинения, выдвинутые Белоусовым. Министр обороны пользуется значительным уважением в стране, и его слова могут привести к серьезным последствиям, если не будут приняты меры. С другой стороны, отставка Володина и Голиковой могла бы вызвать политический кризис, способный дестабилизировать всю систему. Мишустин тщательно взвешивает свои решения, пытаясь найти баланс между поддержанием стабильности и необходимостью реагировать на вызовы со стороны Белоусова. Его задача осложняется тем, что любая ошибка может дорого обойтись как ему лично, так и всему правительству. Каждый шаг премьера анализируется и обсуждается, как в политических кругах, так и в обществе, где люди активно следят за развитием событий. Тем временем, борьба между Белоусовым, Володином и Голиковой не ограничивается только публичными заявлениями и обвинениями. В кулуарах власти разворачиваются сложные интриги, направленные на то, чтобы подорвать позиции друг друга. Инсайдеры сообщают, что Белоусов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уже начали подготовку к масштабной атаке на Володина и Голикову. Согласно информации из Кремля, Белоусов и Бастрыкин работают над сбором компромата на Володина и Голикову, который может окончательно дискредитировать их в глазах общественности. Речь идет не только о вопросах, связанных с недвижимостью и зарубежным образованием детей, но и о более серьезных обвинениях в коррупции и лоббировании личных интересов в ущерб. Государственным. Одним из наиболее резонансных направлений в этой борьбе становится вопрос о мигрантах. По данным инсайдеров, Белоусов и Бастрыкин собирают информацию о том, что Вячеслав Володин лоббирует интересы завоза мигрантов в страну. Эта тема вызывает особое недовольство среди населения, которое видит в притоке мигрантов угрозу своему благополучию и безопасности. Согласно собранной информации, Володин через подставных лиц владеет сетью хостелов для мигрантов в Москве. Один из таких хостелов, рассчитанный на 5000 мест, сейчас достраивается всего в 4 километрах от Кремля. Стоимость проживания в этих хостелах составляет более 500 рублей в сутки, что приносит владельцам колоссальные доходы. В одном только таком хостеле можно зарабатывать до 2,5 миллионов рублей в день. И это лишь один пример, по всей стране подобных объектов может быть значительно больше. Эта информация, если будет обнародована, может нанести серьезный удар по репутации Володина, поскольку лоббирование интересов мигрантов воспринимается как предательство национальных. Интересов. Белоусов и Бастрыкин активно работают над тем, чтобы разоблачить эти схемы и выставить Володина в качестве главного врага народа. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, играет важную роль в этом противостоянии. Его ведомство давно подозревается в использовании правоохранительных механизмов в политических целях, и этот случай не стал исключением. Бастрыкин видит в конфликте между Белоусовым и Володиным возможность укрепить свое влияние и продемонстрировать силу ведомства. Следственный комитет активно занимается сбором доказательств против Володина и Голиковой, и многие аналитики полагают, что их действия направлены не только на установление справедливости, но и на укрепление позиций самого Бастрыкина. Эта игра с правосудием на грани политических интриг лишь усиливает раскол в элите, подогревая недовольство и подозрения как среди политиков, так и среди простых граждан. Все, что происходит на политической арене, активно обсуждается в обществе. Люди все больше разочаровываются в правящей элите, которая, по их мнению, погрязла в коррупции и внутренних распрях. Социальные сети и форумы буквально пестрят дискуссиями о том, что дальше будет с правительством и страной в целом. Многие видят в Белоусове спасителя, который способен очистить систему от коррумпированных чиновников и вернуть справедливость. Другие же опасаются, что его действия приведут к еще большей нестабильности и усугубят кризис. В любом случае, на фоне общего недовольства и ухудшения экономической ситуации в стране, протестные настроения начинают набирать силу. Весь этот конфликт ставит перед обществом серьезные вопросы о будущем страны. Смогут ли власти справиться с внутренними противоречиями и найти выход из кризиса? Что ждет страну в случае, если раскол в элите приведет к политической дестабилизации? Некоторые граждане начинают задумываться о необходимости кардинальных перемен, вплоть до смены политического курса. Белоусов, несмотря на свою жесткость, привлекает внимание тех, кто жаждет переменной, готов рискнуть ради будущего. Но его противники опасаются, что такие перемены могут разрушить хрупкую стабильность и погрузить страну в хаос. Конфликт между Белоусовым, Володиным и Голиковой лишь обострил уже существующие проблемы в стране. Он вскрыл глубинные противоречия в правящей элите и привел к росту недовольства среди населения. Белоусов, несмотря на все преграды, продолжает свою борьбу, стремясь вывести на чистую воду тех, кто, по его мнению, предал интересы государства и народа. Однако исход этой борьбы остается неопределенным. Мишустин, оказавшийся между двумя огнями, вынужден принимать трудные решения, которые могут как спасти страну от кризиса, так и усугубить его. Общество в напряжении ожидает развязки, понимая, что ближайшие месяцы станут решающими для судьбы страны. Вопрос о том, сможет ли Россия преодолеть этот кризис и выйти из него сильнее, остается открытым. Одно ясно, страна стоит на пороге серьезных перемен, и то, каким будет ее будущее, зависит от решений, принимаемых сегодня в высоких кабинетах власти. Также сообщается, что Белоусов недоволен высказываниями председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Все началось с недавнего заявления Матвиенко, которое публично высказалось о том, что Россия не справится без мигрантов и что нужно учиться жить с ними дружно. Эти слова вызвали бурю негодования не только в политических кругах, но и среди простых граждан, которые все чаще высказывают свое недовольство по поводу увеличения числа приезжих в стране. Белоусов, известный своей жесткой позицией в вопросах миграционной политики, не смог оставить это заявление без ответа. В своем интервью он резко раскритиковал Матвиенко, назвав ее неадекватной женщиной, которая, по его мнению, больше заботится о благополучии мигрантов, чем о собственных гражданах. Белоусов заявил, что государственная политика должна быть направлена на поддержку русских, а не на защиту интересов тех, кто приезжает в страну, пользуясь ее ресурсами. В ответ на критику со стороны Белоусова, Валентина Матвиенко сделала очередное заявление, в котором призвала к объединению всех народов, проживающих в России. Она подчеркнула, что мигранты – это наши братья, и что только в единстве можно преодолеть все трудности, с которыми сталкивается страна. По ее словам, мигранты вносят значительный вклад в экономику и культурное многообразие России, и их поддержка является важным аспектом государственной политики. Матвиенко также намекнула, что те, кто выступает против мигрантов, по сути, подрывают единство страны и способствуют разжиганию межнациональной розни. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс и разделили общество на два лагеря – тех, кто поддерживает идею многонациональной России, и тех, кто считает, что интересы коренного. Население должны быть в приоритете. Реакция общества на этот обмен ударами между двумя высокопоставленными политиками была крайне неоднозначной. Многие россияне, уставшие от растущего числа мигрантов и связанных с этим социальных и экономических проблем, выразили свою поддержку Белоусову. В социальных сетях и на форумах звучали голоса тех, кто считает, что Россия должна сосредоточиться на поддержке своих граждан, а не на защите интересов приезжих. С другой стороны, сторонники Матвиенко указывают на то, что без мигрантов Россия может столкнуться с серьёзными экономическими трудностями. Они утверждают, что многие секторы экономики зависят от труда приезжих, и что их исключение приведёт к серьёзным последствиям для всей страны. Тем не менее, всё больше россиян высказывают своё недовольство позиции Валентины Матвиенко. Они видят в её заявлениях попытку игнорировать реальные проблемы, с которыми сталкивается население, и защищать интересы тех, кто не вносит значительного вклада в развитие страны. В то время как высокопоставленные чиновники погружаются в роскошь, обычным гражданам приходится бороться за выживание в условиях экономического кризиса и постоянного роста цен. Мнение о том, что политикам пора сосредоточиться на защите своих людей, становится всё более популярным. Конфликт между Андреем Белоусовым и Валентиной Матвиенко лишь усугубляет существующее напряжение в обществе. Вопрос о мигрантах и их роли в России становится всё более острым, и решение этого вопроса будет иметь далеко идущие последствия для будущего страны. Пока Белоусов и Матвиенко продолжают обмениваться колкими замечаниями, народ России внимательно следит за развитием событий. Очевидно одно, общество требует изменений, и каким бы ни был исход этого конфликта, он окажет значительное влияние на политический ландшафт страны. Вопрос только в том, сможет ли правительство найти компромисс, который удовлетворит всех, или же раскол между элитой и народом будет только углубляться.